Медицинский корпус Брестской санаторной школы-интерната пережил масштабную реконструкцию. Обновленный блок предстал перед воспитанниками и педагогами в совершенно ином виде. Изменилось все, начиная от внешнего облика здания и заканчивая начинкой. В итоге неприметная пристройка конца 19 века за короткое время превратилась в настоящий санаторий с современным оборудованием и достойными условиями работы для медперсонала, сотрудников первой детской поликлиники. Они приступили к своим обязанностям после реконструкции корпуса. И сегодня реабилитация детей с диагнозом сколиоз осуществляется под зорким наблюдением педагогов и врачей. Доктора-ортопеды выставляют диагноз и все наши индивидуальные задания, которые расписываются инструкторами лечебной физкультуры, именно соответствуют той диагностике, которую дают нам доктора. Они контролируют на каждом этапе лечения весь этот процесс. Ну и вы увидели здесь еще и дополнительные возможности. Сегодня имеется возможность, получила развитие такой вид помощи в реабилитационной. Это водолечение, теплолечение, азокеритолечение, физиотерапия различная, электросветолечение. Получили дополнительные площади для кабинетов массажа, кабинеты гипсовальные, где возможно делать корсетное лечение. Модернизация медицинского корпуса – это второй этап реконструкции Брестской санаторной школы-интерната. В прошлом году аналогичные строительные метаморфозы произошли со спальным корпусом, который распахнул свои двери в сентябре 2013-го. Пошаговая реконструкция этого учреждения – мера оправданная и необходимая, поскольку Брестская школа-интернат – единственное учреждение образования в области, которое на своей базе оказывает еще и медицинскую помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Дети здесь, не отрываясь от учебного процесса, получают курсы реабилитационной помощи на 240 мест, потому что есть спальный корпус, есть класс-комплекты, где детки в зависимости от степени нарушения могут находиться в корсетах и в лежачем положении получают медицинскую помощь. Поэтому медицинский блок, может быть, и пропустил бы больше, имеет возможности, но он рассчитан примерно на это количество. Благодаря подходу областного исполнительного комитета и лично Константина Андреевича Сумара было принято решение для того, чтобы создать достойные условия, как медицинские, проживание, учебы, воспитание детей. Они были улучшены. Мы видели, что школа требует и капитального ремонта. И то, что сделано за последние практически три года, вот в строительстве, в реконструкции, результат налицо. На строительные работы и приобретение оборудования обновленного корпуса было выделено порядка 16 миллиардов рублей из областного и городского бюджетов. К работе в новом медицинском отделении приступили 16 работников и 6 докторов. А совсем скоро здесь появится еще одна новая должность – врач-физиотерапевт. Безусловно, открытие обновленного медицинского корпуса пополнило копилку знаковых для брещен и событий. Однако главная его ценность состоит в том, что сегодня у детей с диагнозом сколиоз шансы на выздоровление значительно вырастут.